Очень много историй в нашей семье, и Паушка очень часто рассказывает. Ей 80-го года, я её очень люблю, почитаю, и всех, тех, кого с нами уже нет, мы тоже всегда почитаем, и особенно в этот день мы всегда ходим к бессмертному полку, это же так называется. И, как бы, знаете, на душе появляется такое чувство, что эти люди всегда с нами, они всегда рядом, и иногда даже как будто чувствуешь, что они говорят с тобой, и чувствуешь их тепло. Есть какая-то у вас в семье традиция? Как вас замечает, ребята, Майя? Мы обязательно поём военные песни всей семьёй. Мы выходим на улицу, и не стесняясь ничего, если даже никого нет, мы кричим «День Победы!» Как он был, от нас далёк! Вся семья принимает в этом участие. Когда был карантин, случилась такая очень интересная история. Я живу на первом этаже, и мы открывали окно, и прямо в окно тоже пели всю эту песню. И было очень круто, когда наши соседи тоже с нами запели, и поэтому карантин, я поняла, что он прямо всплачивает людей. Да, Диана, вы как участница фестиваля «Авторадио Победа», что для вас участие вот сегодня здесь, с этой песней? Меня на 9 мая никогда не приглашали на большие концерты, и, естественно, я всегда этого ждала очень, потому что это очень важный праздник, и я считаю, что это один из важнейших праздников в России точно. И для меня очень важно то, что я помогу своим творчеством подарить людям тепло, подарить людям те эмоции, которые я хочу на них принести, особенно спеть такие уютные, тёплые песни, несмотря на то, что у них очень большой и жёсткий смысл иногда бывает. Но я вижу у людей эти искры в глазах и эти слёзы, и мне очень приятно, во-первых, естественно, очень важно, что я могу со сцены донести очень... Спасибо. Спасибо. Спасибо.